Добрый день, дорогие друзья! Прежде всего, хотел бы поздравить Валерия Николаевича Фалькова, позавчера отметившего свой день рождения. Признателен вам, уважаемый Валерий Николаевич, за чуткое отношение к потребностям исторической науки и образования. Искренне благодарен и губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Мору, поддержавшему предложение вновь провести национальный форум преподавателей истории именно на Тюменской земле. Все здесь в буквальном смысле слова проникнуто духом истории. Как вы знаете, сам Тобольск был основан в далеком XVI веке, являлся форпостом России в Сибири, а чуть позже и центром сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. Здесь хорошо помнят и чтут свою историю. Не случайно отделение Российского исторического общества в Тюменской области, косяк которого составляют историки-преподаватели, является сегодня одним из самых эффективных в стране. Насыщенность рабочей программы форума свидетельствует о том, что наше сотрудничество с Министерством образования и науки России развивается успешно. Знаю, что учтены практически все предложения Российского исторического общества как центра ответственности по укропненной группе специальностей и направлений подготовки истории и археологии. Мне кажется, на следующем этапе было бы хорошо наладить и такую же работу по аспирантурии, тем более, что в рамках форума уже обсуждается ситуация в диссертационных советах. У государства и общества есть огромный запрос на историков-профессионалов. Не раз говорил о том, что молодые люди с историческим образованием, а тем более остепененные исследователи, без труда могут найти себя в самых различных отраслях, всюду, где работают с информацией. История как дисциплина имеет глубокий мировоззренческий характер, но при этом научную природу. Для государства важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от того, на каком направлении подготовки он обучается, обладал бы базовой исторической грамотностью, осознавал бы свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее России. Благодаря совместным усилиям Министерства высшего образования и науки России и Российского исторического общества, в этом учебном году во всех вузах страны стартовал существенно расширенный и обновленный курс «История России» для студентов неисторических специальностей. Это огромный шаг вперед, ведь с увеличением выделенных на историю часов возрастает востребованность молодых преподавателей, укрепляется положение исторических кафедр, растет их авторитет. В помощь преподавателям еще в прошлом году, обратившимся соответствующим запросам, на площадке Института российской истории Российской академии наук сортовала работа над новым учебником по истории России для высшей школы. Планируется, что это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в шести разных вариантах в зависимости от отрасли подготовки студентов. Это, к примеру, может быть инженерное дело, сельское хозяйство, медицина или другие направления. Добавлю, что разрабатывая новые учебники для вузов, мы должны исходить из принципа преемственности между ними и новыми едиными учебниками по истории для школ. Речь в данном случае, разумеется, идет не о дублировании школьного материала, а о сохранении структуры его изложения, о преемственности в оценках ключевых исторических событий. Понятно, что в высших учебных заведениях обучаются люди постарше, поэтому учебники для них будут посложнее, с более широким многообразием трактовок. Ну, а в том случае, если новые учебники для вузов хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебников. Исходим из того, что эти учебники должны попасть в вузы уже в следующем учебном году, а до конца первого квартала 2024 года считал бы правильным предусмотреть их широкое профессиональное обсуждение. Попрошу членов Экспертного совета по развитию исторического образования при Миноборнауке России, прежде всего членов Российского исторического общества, ответственно подойти к решению этой серьезной, затрагивающей всех нас задачи. Благодарю за внимание.